Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь лего сериалы. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич, и сегодня у нас продолжение сериала Атака Титанов в Лего Сити. Что ж, ребята, я немножко забросил данную рубрику, но, тем не менее, вернул её, потому что досмотрел сериал до конца. Да-да-да. Пока что ждём, когда выйдут новые серии, чтобы посмотреть, что там будет дальше. Ну, а пока мы знаем, что у защитников стены появилось новое оружие, которое позволяет им без каких-либо повреждений и затрат убивать, уничтожать Титанов. Правда, по одному, но, тем не менее, это эффективно и это работает. А у нас же совершенно другая вселенная, у нас лего, поэтому мы сегодня будем делать другую немножко постановочку. Я решил, что мы будем уничтожать Титанов с помощью пушек, ребята. С помощью пушек и ракет. У нас стоят, ну, такое минимальное количество вооружения в Лего Сити, плюс самый главный аспект, это вот такая вот, короче, ракетная установка HQ-6А, которая будет стрелять баллистическими ракетами чисто по цели. С одной единственной целью, конечно же, уничтожить или же опрокинуть нашего Титана. Вы посмотрите отсюда, как эпично он смотрится. Просто стоит выше домов и уже наблюдает, кого бы сожрать. А наш бравый воин у него на плече, если кто не заметил. Но прежде чем начать, ребята, мы сегодня не будем ломать стену. Стену мы сегодня сломаем немножко взвращенным способом. В любом случае, ставь лайк, дружище, если ждал сериал Атака Титанов, а я продолжаю. Что ж, привод у меня вроде как работает. Я могу довольно-таки неплохо летать. Зацепка за дома необязательна, потому что они здесь есть и, значит, следственно, есть куда зацепиться. Кстати, как тебе такой вариант событий? Я думаю, что ты не ожидал, да, что у меня есть привод. Короче, ребята, сегодня у нас произойдет рэшак. Сегодня упадет метеорит прямо на стену и прямо на самого большого Титана, который пока что есть в округе. Но, тем не менее, я думаю, что он, скорее всего, отрегенерируется, потому что мы его не уничтожим. Итак, давай посмотрим, что же у нас произойдет, когда метеорит упадет прямо в центр. Надеюсь, что я не косой, но это не точно. Метеорит хорошо летит. Бум! Да ладно! Метеорит к чертям собачьим отлетел, Титан целый, а стена горит. Да ладно! Ты смотри, метеорит не нанес никакого серьезного урона. Да ну нафиг, я не верю в это. Этого просто нафиг не может быть. Там такая мощь, там такая сила, там такой взрыв. Но нет, стена устояла. Кстати, да, я в курсе, что стена сделана из Титанов, ребята. Я думаю, что вы это тоже прекрасно поняли, когда смотрели сериал. Но, тем не менее, урон-то должен проходить, в конце концов. И, собственно, это самая главная причина, почему колоссальные бронированные Титаны не, получается, рушили саму стену, а рушили только вороны. Ворота. Это очень интересно. Интересно, конечно, узнать, чем закончится сериал, но думаю, что придется ждать очень-очень долго. Ворота, короче, оказались у нас крепкие, и метеорит крайне неэффективный, поэтому я его удаляю. И, в принципе, тогда Титан приступает за свою работу, за свое грязное дело. Так, это, я так понимаю, улетела непосредственно сидушка с этой, со стены. Хорошо, Титан здесь, Титан бессмертный, Титан вновь ломает ворота. Только он почему-то делает это как-то не ахти, как-то нехорошо все. На тебе. Что происходит вообще? Что вообще происходит? Почему такой маленький урон? В прошлый раз Титан просто взял и разрушил стену в клочья. Просто от нее ничего, ни черташечки не осталось. Но сегодня стена стоит, стена стоит до талого, до последнего. Просто вот не хочет она ломаться, не хочет, и все. Говорит, нет, не буду я ломаться. Но Титан просто так не сдается, ребята. Просто так, конечно же, он не сдается. И вот сейчас, наверное, да. Вот сейчас, короче, он своей большой жопой просто сделал большой проход в воротах. А, кстати, стена потихоньку догорает после метеорита, и это, в принципе, неплохо. Так, хорошо, Титан прошел, Титан прошел, Титан уничтожил стену, и за ним, конечно же, влетают сразу Титаны других размеров. Хорошо, давайте попробуем сначала пострелять из обычной пушечки, посмотрим, на что она способна. Вообще, способна ли она остановить Титанов или же нет. Так, она не достает до маленького, зато до дальнего... До дальнего тоже не достает, потому что он скрытый. Ладно, давай постреляем по обычному. Слушай, довольно-таки неплохая скорострельность для пушки, но смотри, урон незначительный. Вообще, урона нету как такового. Я вижу, что на Титане появляются белые какие-то полосочки. Но, кстати, я забыл сказать, что это бронированный Титан. Он сделан из стали, по крайней мере, здесь, в Лего Сити. И наша вот эта маленькая пушечка просто пукает, можно сказать. Она вообще не наносит никакого урона. Это как вообще работает? Это значит, что ее нужно уничтожить, ребята. Ее нужно уничтожить, она крайне неэффективная. Я понял. У нас здесь есть ракетная установка, но я думаю, что это... Хотя, зачем оставлять на потом? Давайте прямо сейчас по маленькому херанем из нее. Если, конечно, я в него попаду. Так, наводка прямо в голову. Пошла ракета и... Я не понял, как это произошло, но она улетела, ребята. Господи. Я понял, почему не работает, потому что у нас дикая просадка ФПСа. Ага. Так, ладно, ракету оставим на потом. Я думаю, что нам, ребята, нужно сейчас избавиться, во-первых, от стены, потому что стена слишком много ФПСа жрет. А мы с вами давайте сядем вот в эту пушку. Начнем тогда с пушки, а потом уже постреляем непосредственно с ракеты, потому что нужно стабильное количество ФПСа. Так, прямо в грудную полость. Вот, вот, вот. Наконец-то хоть одна пушка начинает работать нормально по титанам. Конечно, насчет бронированного я не знаю, но маленького хотя бы нужно уничтожить. Так, наша главная задача его нейтрализовать, хотя бы опрокинуть на землю. Потом уже непосредственно в атаку пойдут наши бравые защитники с мечами, которые вырежут непосредственно ему позвоночник. Так, ну ты смотри, хотя бы шею, что ли, я не знаю. Ну, прочные, прочные у нас сегодня титаны какие-то собрались. Прям мама не горюй. Ты посмотри, как долго мы стараемся сделать в нем дырку. Просто мама не горюй. А можно как-то побыстрее развалиться, пожалуйста? Упадите, упадите на землю. Слушай, я думал, что это будет намного эффективнее, но что-то прям вообще медленно. Они очень-очень-очень прочные. Я не знаю, это прям уже какая-то новая ветка титанов пошла, походу. Да ладно тебе, умирай. Я просто стреляю по таймингу. Не успевает закончиться перезарядка, как мы сразу же, конечно же, стараемся нанести смертельный урон. Блин, ну я не знаю. У него, короче, все кишки вывалились, но он не умер. Так, я пользуюсь приводом и лечу к шее. Может? Господи. Я, походу, его нокаутировал, да. Я не знаю, что я сделал, ребята, но получилось красиво. Получился эффект того, что я как будто реально меча моему просто срезал голову нахер. Получилось очень круто. Я, серьезно говоря, хотел немножко выше отпрыгнуть, чтобы стреляли с базуки. Но и здесь, в принципе, ничего не потребовалось от меня. Хорошо, пушка-то вроде как работает, но пушка работает неэффективно. Поэтому нам нужно сейчас настроить ракету. Ракета летит по верхней высоте, поэтому мы немножко опустим. Давайте ее вот сюда вот поставим. И мне кажется, что здесь будет самое нормальное место для того, чтобы нанести свой смертельный урон. Понятно. Бум! Хорошее попадание прямо в левую руку. Но, тем не менее, он еще стоит. Вы посмотрите, даже урон ракеты как бы не настолько смертелен для этого маленького титана. Хорошо. Господи, минус здание просто. Я не знаю, как оно работает. Вообще, ракеты как бы должны управляться. Но я пробовал нажимать на все подряд. И, короче, нихера они не управляются. Поэтому мы будем стрелять вот так вот на верочку. На верочку, на верочку, чтобы залетело. Да ладно, а что, еще левее брать, что ли? Я и так уже стараюсь предугадать вот этот вот поворот. Прямо в центр и минус голова. Ракета сделала свое дело. Так, летим ближе, 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 ближе. Голова, голова есть. И, в принципе, вот этот кусок мяса нужно вырезать примерно. Так, хотя, хотя даже не знаю. Но я думаю, что мы сделаем дырку здесь и сделаем здесь еще на туловище. Потому что непонятно, на самом деле, куда улетел кусок этот. Опа. И вот сюда вот еще, так на верочку. Опа, хорошо. С титана покончено. Возвращаемся, возвращаемся на крышу. Опа. Не туда чуть-чуть. Хорошо. Все, приземлились. Все нормально, все хорошо у нас. Все отлично. Так, убираем мясо титана, чтобы опять-таки освободить ВПС и было бы у нас все хорошо. Ракета против большого. Давай попробуем. Я не знаю, что из этого получится. Возможно, она сможет что-то сделать полезное. Так. Ракета пошла. И пошла криво, как всегда. Давай попробуем в руку прям попасть. Я вообще не понимаю, как она летает, господи. Она летает постоянно хаотично. В руку прямо. Прямо в руку, но титану без разницы. Потому что титан вроде бессмертный. Да? Да, я убрал бессмертие. Теперь все нормально. Так, хорошо. Хорошо. Теперь я понял, почему, в принципе, урон по нему проходил так слабо. Так, пробуем еще раз. Ракета пошла. И пошла опять криво. Как она работает? Как она летает? Господи. Я хочу просто пару раз в него вдарить с этой ракетницы, чтобы узнать, на что происходит урон. И прямо в челюсть, ребята. Прямо в челюсть. Бронированному титану. И у него просто отлетела башка, ребята. Вы видели прекрасно, что произошло. Вот это я понимаю удар. Даже какая-то маленькая ракетка точечным попаданием, если попадет куда надо, может нанести серьезный урон. Что ж, будем считать, что мы просто сбили бошку, но не нанесли серьезного урона. Поэтому убираем пока что наши ракетницы. И титан наш восстанавливается потихоньку. Но, ребята, у нас есть еще ракетница непосредственно. Но титан проходит в город. Давайте попробуем с помощью нее уничтожить титана. Я, конечно, не знаю, что из этого получится. Потому что здесь ракеты летят тоже хаотично. Хотя, опять-таки, оговорюсь, они должны управляться. Но клавиши, которые указаны через F1, что-то нихера не работают. Поэтому ракеты будут у нас лететь тоже на шару, дабы попасть в цель. Хорошо. Кстати, довольно-таки медленно он едет. Скорость 60 км в час. Я считаю, что это довольно-таки херовая скорость. Потому что если появится тот же самый бронированный титан, как вы помните, он довольно-таки быстро перемещается. И думаю, что он мог бы спокойно просто взять и уничтожить абсолютно все, что здесь есть. Так, хорошо. Ракета 1, ракета 2. Хорошо. Хорошее попадание. Хорошее попадание. Прям на верочку. Прям минус нога. Это фиаско. Мы только что уничтожили сами себя. И, кстати, мне кажется, что мы только что сделали ухольчик роботу. Одна ракета прошла через задницу титану. Но титан стоит. Вы посмотрите. Бронированный титан до сих пор стоит. И мы просто порвали, получается, низ весь в клочья. Так, давай пониже немножко. Вот сюда вот будем стрелять. Господи, как ракета полетела, я не знаю. Как летают ракеты, я не знаю, ребята. Но титан, все. Титан горит. Титан падает. Это значит, что настало наше время. Господи. Минус фпс просто. Как он падает. Так, на верочку повыше. Повыше на здание. Опа, хорошо. Ищем, ищем, ищем. Слабое место титана. Где оно? Вот оно, слабое место титана. Хорошо. Пока что будем долбить ракеты. Потому что у нас больше ничего нету. Хотя есть еще один способ. Вот такой вот. Не знаю, получилось или нет. Но, по крайней мере, наш бравый боец улетел в космос. Да, получилось. Получилось! От титана ничего не осталось. Он просто распарился. Ох ты, нихера себе! Это что было? Это что было? Мы с вами потеряли просто все. Все, мы улетели в космос, ребята. К такому меня жизнь не готовила. Все, прощай мир, прощай жизнь. Мы красавцы, мы победители. Мы уничтожили бронированного титана. Но, ребята, при этом мы улетаем далеко-далеко в космос. Кстати, скорость довольно-таки хорошая. Скорость довольно-таки, ну, высокая, мне кажется. Жалко, что мы не в машине. И, в принципе, спидометра-то у нас нету. А мне просто интересно, улетит он за мир или нет. Потому что, ну, с такой скоростью лететь, это прям, мама, не горюй. Солнце все ближе и ближе. Где-то за горизонтом. И мы сейчас должны просто улететь в космос. Так, хорошо. Ну, слушай, мы довольно-таки хорошо летим. Что, космос-то будет, нет? Или космос починили, и мы больше его не увидим. Возможно, кстати, разработчик теперь сделал шар довольно-таки побольше. Мировой вот этот. И чтобы залететь за его пределы, нужно очень много времени. Ну, ладно, тем не менее, мы смогли отстоять Лего Сити. Конечно же, стена была пробита, были потери. Но, тем не менее, мы испытали новую технику, которая оказалась эффективна. Другая же из нее оказалась, наоборот, неэффективна. Но, тем не менее, мы справились. И ракетный наш комплекс тоже, в принципе, довольно-таки серьезное и грозное оружие против Титанов. Что ж, ребята, вот такая была серия. Не судите строго. Конечно же, здесь мало того, что есть в аниме-сериале. Но, тем не менее, в принципе, у нас и нет таких возможностей. И поэтому я снимаю то, что, в принципе, можно сделать в рамках игры Лего Брик Рикс. Что ж, ребята, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть продолжение. И, в принципе, смотрите видео каждый день, которые выходят на канале. Они очень прикольные, интересные и смешные. Чтобы поднять вам настроение на целый день. Ладно, ребята, спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok